Солнёное солнце, нежно с морем прощалось, в этот час ты признался. Ссылочка в описании. Там впечатления от игры, рассказ об игровых механиках, лоре, в общем, много всякого эксклюзивного. Но поскольку мы заранее анонсировали появление ролика, очень многие начали писать в личку и задавать вопросы про игру тоже заранее. И вы много спрашивали про очень конкретные вещи и ощущения от конкретных игровых механик. И про эти моменты не так много информации в основном ролике. Поэтому пока основное видео монтировалось, я записал этот небольшой материал, где ответил на ваши превентивные вопросы, которые недостаточно глубоко освещены в основном видео. Можете смело подписываться на этот канал, потому что на нём в самое ближайшее время начнут появляться полноценные большие видео с монтажом. Я, наконец, разгрёб время и буду делать их по выходным. Короче, грядёт новая эра видео на канале. А теперь погнали разбираться с Atomic Heart. Вопрос первый. Каковы ощущения от перемещения? То есть, как ощущается движение и на какие игры похожа? Перемещение чёткое, с акцентированием на каждом шаге. И в целом всё сделано так, чтобы вы всегда понимали, насколько и в каком направлении сместитесь. Поскольку в игре много ближнего боя, есть система дэшей, весь мувинг заточен именно под это. Вы всегда понимаете, что вот тут нажмёте кнопку на клавиатуре и вот настолько примерно выглядите, например, из-за угла. Или вот тут дэшнетесь и окажетесь вот чётко вот в этом месте. Единственная проблема, которая была в версии, которую смотрел я, это моменты с перепрыгиванием через наваленные предметы. Не всегда чётко ощущалось, перепрыгнет персонаж или таки зацепится. Возможно, это дело привычки и глазомера. А может быть и нет. Чтобы вот это понять, надо наиграть побольше и часто прыгать именно через кучи предметов. У меня таких ситуаций было, ну, не супер много. Насколько хороший импакт от ударов холодным оружием? Как оно чувствуется? Я говорил про это в основном ролике, но чуть-чуть расширю и уточню. По крупным врагам импакт максимально чёткий. Не как вот в некоторых играх, когда бьёшь, и удар оружием уже прошёл, а противник только начинает реагировать, и ты эту задержку прямо видишь. В Atomic Heart враг реагирует вот чётко в момент соприкосновения оружия с врагом. Это вот честная физика, а не скрипты. То есть физика врага зависит от того, куда вы ударили, с какой силой и под каким углом. Короче, нормальная модель, а не бутафория. По поводу веса. Я пробовал три холодных оружия, два тяжёлых и одно лёгкое. И разница прям очень сильная. Вес чётко чувствуется по скорости замаха, по ускорению оружия, по импакту, по звуку и по физике противника. Короче, вот с этим в игре всё в порядке. Как раз элемент, к которому претензий у меня вообще не было. С одной поправкой. Воздушных врагов сложно выцеливать, и импакт по ним не очень чёткий. То есть ты вроде бы бьёшь в нужном направлении, но довольно часто не попадаешь. Или пытаешься ударить в прыжке, и тоже промахиваешься. Я не могу прям точно объяснить, почему так происходит. С наземными врагами такого вообще нет. И явно это вот то, что нужно ещё доработать. Насколько хороший импакт от стрельбы? Это прямо шутер-шутер, или всё же ближе к РПГ, где стрельба не настолько проработана? Механика именно шутерная. По ощущениям, лично мне, больше всего напомнило метро. Прям очень близко. Возможно, чуть похуже чувствуется отдача, а может быть и нет. Вот в той части игры, которую проходил я, стрельбы было не супер много, поэтому вот просто запомнилось, что всё с ней нормально, но без каких-то супер-вау-эффектов. В роликах было показано, что враги прямо очень круто реагируют на удары холодным оружием. Отлетают, красиво рассыпаются, от них прямо куски отваливаются. В игре так же, или это таки постановка? Смотрите, в игре, да, вот прям всё так же. Физика очень хорошая, и да, врага можно развалить на кучу кусков сильным ударом. И куски эти всегда разные, то есть это не скрипт, а физика. Но мне, когда я был в офисе у разработчиков, дополнительно показали коллижн-модель, которая пока не добавлена в игру, но к релизу почти точно её должны добавить. Так вот, там всё ещё круче, и связано не только с тем, как противники реагируют на попадание, а больше с тем, что при этом происходит. Сейчас вот, когда стреляешь во врага, изменения на поверхности его тела минимальны. Просто импакт и физика отлёта. А будет прям вот детальное разрушение всех частей с образованием дыр, торчащими проводами, и разработчики даже сказали, что теоретически можно будет прострелить дыру в крупном противнике, и прикрываясь телом этого врага, через эту дыру стреляет в других противников. И если бы мне не продемонстрировали рабочий прототип, я бы сказал, что это фантазии. Но я заснял из-за спины разработчиков демонстрацию новой коллижной модели. И там, по сути, просто был уровень тир. Можно было брать разное оружие и стрелять по андроидам. При этом, насколько я понял, глобальная физика персонажей была выкручена на минимум. То есть на каждое попадание андроиды реагировали минимально. Но можно было посмотреть, что происходит с поверхностью тела вот каждого противника при стрельбе. В общем, сейчас вот эти кадры, по идее, вы видите на экране, так что сам всё поймёте. Много ли сгущенки в игре? На тех уровнях, где играл я, её вообще не было. Или она была, но я её не нашёл. Так что сорян, про сгущенку ничего рассказать не могу. Много ли летающих противников и сложно ли с ними сражаться? Летающих противников, по словам разработчиков, запланировано много. Более того, в игре сложная система навигации для каждого робота. И авторы вот мне как раз рассказывали, что Unreal Engine не очень круто работает с простройкой навигации в вертикальной плоскости. И у них были сложности с этим, и пришлось написать свою надстройку, чтобы в игре все летающие объекты перемещались как надо. По поводу сложно ли сражаться. Я видел всего несколько видов летающих врагов. Про пчёл-ремонтников я уже рассказывал, и там есть проблемы с импактом. Были ещё хитрые такие небольшие дирижабли, но их можно было сбить выстрелами издалека. Близко я к ним ни разу не подходил. Вот та самая постсоветская атмосфера, которая была в трейлерах. Насколько хорошо чувствуется. Атмосфера не совсем постсоветская, это скорее советский ретрофутуризм. Но да, чувствуется он отлично. Тут самый важный момент, что вот когда ты в бою или выполняешь задания, времени на разглядывание окружения не очень много. Я старался пройти побольше всего, поэтому детально не разглядывал вот каждый уголок, а больше сражался, смотрел, как работает экосистема, и всё-всё вот это. И фоном, бэкграундом атмосфера и арт-дирекшн хорошо ощущались. Возможно, не так вот, как при просмотре трейлеров, потому что там быстрая смена локаций, крупные планы, ещё и музыка прям точечно подобрана. Но в игре всё вполне отлично ощущается, и настроение, да, задаёт. В геймплейном ролике игры на IGN я много наблюдал за ближним боем. И там как-то странно. Персонаж периодически не попадает по врагам, есть ощущение, что это как-то недоработано, нет ощущения дистанции. Как на самом деле? Специально пересмотрел этот ролик и понял, о чём речь. И вариант у меня два. Либо вот в той версии, с которой снимался геймплей для IGN, действительно были проблемы с импактом и зоной удара, либо человек, записывающий геймплей, играл, скажем так, не очень хорошо. И тупо мазал. В версии, в которой играл я, вот таких проблем не было. Дистанция чувствуется отлично, импакт по крупным противникам очень чёткий, по мелким летающим, да, пока проблемный. И повторюсь, его нужно дорабатывать. Алексей, по вашему мнению, игра получится офигенной, это прорыв или нет? Говорить о том, что получится в итоге, можно только, когда игра находится на самой финальной стадии разработки. Вот когда продукт уже полностью сложился. Сейчас разработчики сделали очень много интересных механик, которые в сумме, да, могут дать нечто уникальное. Но это одновременно и очень большой риск, когда вот все механики настолько взаимосвязаны, стоит вот налажать в одной-двух, и получится ерунда в целом. Поэтому всё будет зависеть, насколько у авторов получится всё сбалансировать, притереть друг к другу и наладить вот те самые взаимосвязи, о которых они говорят. Сделают круто, получится крутая игра. Налажают, значит сольются. Ваш капитан очевидность. Можно ли говорить, что вот на уровне идей игра совершенно не имеет аналогов? Ну, не совсем. В иммерсе в семах, в шутерах, в экшенах, в разных сочетаниях отдельные элементы Atomic Heart уже были реализованы. И Bioshock, и Deus Ex, и Dishonored, и Prey. Вот аналогии можно проводить с любой из этих игр. Но, во-первых, в Atomic Heart есть нестандартные механики. А во-вторых, вот по сумме геймплейных элементов, да, Atomic Heart на уровне идей выглядит прям уникальным проектом. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь и на этот канал тоже. В ближайшее время на нем начнут выходить уже не маленькие ситуативные ролики, а полноценные большие видео, которые концептуально не вписываются в наш основной игровой канал. Если быстро наберем побольше подписчиков, то ролики станут регулярными. Буду выделять на них каждую свою субботу и запиливать что-то интересное. Так что буду благодарен, если и на этот канал подпишетесь, а еще и друзьям и знакомым про него расскажете. Если остались вопросы про Atomic Heart, то же задавайте. Все комментарии я читаю и часто отвечаю. И до встречи в следующих роликах. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!